Рост цен под контролем. В регионы утвердили новый порядок предоставления субсидий на доставку товаров села округа. За перевес придется заплатить. На автозимнике появятся пункты габаритно-весового контроля транспортных средств. Пусть УСА дает красный свет. Сильные морозы позволили открыть ледовые переправы на зимние автодороги Усинск-Печора. Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Север. С вами в студии Илья Сахаров. Переломить тенденцию снижения уровня жизни населения. Дмитрий Медведев назвал эту задачу основной для российских властей. Об этом глава российского правительства заявил на Гайдаровском форуме 2016. По его словам, социальная поддержка и помощь предприятиям должны исправить ситуацию. Премьер отметил, что эта задача в нынешних условиях сложная, но у нас никогда и не было легких задач. Выступая на Гайдаровском форуме, премьер отметил, что правительство готово к принятию мер, которые помогут смягчить возможные последствия кризиса для людей. Нужно стимулировать потребительский спрос, индексировать пенсии, пособия. Нами уже поддержана идея индексации пенсий по фактической инфляции. Это произойдет с 1 февраля. Мы также будем поддерживать рынок труда. Будут запущены программы подготовки и преподготовки кадров, которые привязаны к наиболее перспективным и востребованным предприятиям. Сегодня необходимо создавать условия для людей, чтобы у них была возможность просто зарабатывать деньги. Нужно еще раз внимательнее проанализировать систему социальных пособий, сделать ее более эффективной, более адресной. Возможно принять решение о дополнительных антикризисных мерах поддержки. Главная задача российских властей сегодня – переломить тенденцию падения уровня жизни людей. Но главный способ ее достижения – добиться устойчивого роста экономики, отметил Медведев. Поэтому в сложившихся условиях власти не будут ограничивать свободу предпринимательской деятельности. У власти есть понимание, что бизнесу нужна большая свобода, чем та, которую он имеет сейчас. И государству в одиночку без бизнеса не изменить модель экономического развития. Но когда снаружи осуществляются попытки давления на страну, внутри продолжается административный и зачастую правоохранительный прессинг, то реакция экономики может быть только одна – она начинает задыхаться. Поэтому мы просто обязаны снять внутренние ограничения, которые угнетают бизнес. Это абсолютно императив. Если же бизнес-сообщество почувствует, что все обещания остаются лишь словами, то начнется обратное движение. Ничто не остановит и так немалый отток капитала. Ситуация в экономике, хоть и непростая, но управляемая, подытожил премьер. Правительству удалось в определенной степени смягчить влияние внешних шоков, в том числе с помощью антикризисного плана, в котором сосредоточили ресурсы на поддержку наиболее уязвимых точек как в экономике, так и в социальной сфере. Администрация Ненецкого округа утвердила новый порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по доставке продовольственных товаров в населенные пункты. Всего на этой цели в законе об окруженном бюджете на 2016 год предусмотрено 32,8 млн. рублей. Кто может рассчитывать на данную меру государственной поддержки и какой результат ожидают органы власти, вводя новые механизмы, смотрите в нашем сюжете. В прошлые годы круг получателей субсидий на доставку товаров был неограниченный. Получить компенсацию из казанной региона могли как индивидуальные предприниматели, так и муниципальные предприятия. Количество желающих воспользоваться субсидией с каждым годом становилось больше, но не всегда получатель денежных средств оказывался добросовестным поставщиком. Ввести объективный контроль, ведется торговля или нет, либо нам предоставляется просто документ о том, что что-то привезено, а что-то нет. Было достаточно сложно, потому что поехать, допустим, в Амдерму или поехать вниз, это очень сложно. Объективных причин для уменьшения выплат не было. То есть мы получили ситуацию, когда у нас цены, в принципе, скажем так, не менялись, количество получателей росло, то есть бюджет все время, все время больше и больше платил. То есть мы платили до 100 миллионов рублей. А снижение к какому-то качественному или количественному это не переводило. Новый порядок позволит избежать фактов мошенничества и эффективнее расходовать бюджетные средства, которые в данном случае прежде всего выделяются для сдерживания роста цен на товары первой необходимости, реализуемые на селе. Господдержка предприятий потребкооперации будет оказываться только на доставку определенной группы товаров. Перечень, там основные продукты, это жиры, мясо, масло, молочные продукты, там, где нет животноводческих ферм, это кондитерские изделия, консервированные изделия, порядка 24 наименований. Размер субсидий, выделяемый потреб обществом, остался на уровне прошлого года. 80% возмещения затрат на доставку продовольственных товаров в населенный пункт. Для всех населенных пунктов, за исключением острова Вайгач и Колгоев. А там 95%. И кроме этого 99% от затрат на продукции местных сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, новым порядком упрощены требования к возможным получателям субсидии. Раньше организация потребительской кооперации должна была иметь опыт торговой деятельности в селах Ненецкого округа не менее 15 лет. Теперь этот порог снижен до трех лет. Также изменения коснулось и размера субсидии, запланированной на следующий год. Действительно, сейчас очень сложно с бюджетом. Вы знаете, что мы начали кредитоваться, мы платим очень большие расходы, несем по обслуживанию государственного долга. И тем не менее, несмотря на это, мы оставили, пусть сократив на определенную сумму, поскольку уровень прошлого года по возмещению транспортных мы на сегодняшний момент позволить себе не можем. Мы оставили на уровне где-то 50%. И включено в бюджет на 2016 год порядка 32,8 миллиона, почти 33 миллиона расходов. Эти средства государственной поддержки предприятий потребкооперации позволят обеспечить сдерживание цен на продукты первой необходимости. Илья Сахаров, Любовь Пермякова, Александр Дуркин, Телеканал Север. Глава региона Игорь Кошин призвал дорожников тщательно подготовиться к сезону метелей на главной сезонной трассе региона. Избежать прошлогоднего опыта, когда в снежном плену оказались десятки легковушек, поможет не только оперативное оповещение водителей о состоянии зимника, но и контрольные пункты на въезде. Также губернатор поручил Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа создать пункты габаритно-весового контроля транспортных средств в районе поселка Харягинский. Большегрузные автомобили, въезжающие на территорию округа, причиняют значительный ущерб дорожному покрытию автомобильных дорог и конструкции снеговой насыпи автозимника. Пункт контроля позволит взымать средства у владельцев транспорта, имеющего перевес в дорожный фонд Нинецкого округа. Собранные средства будут направляться на ремонт трассы. Пункт габаритно-весового контроля будет создан в течение года. Непогода внесла свои коррективы в работу зимника. После сильной метели и мороза в движении было ограничено сразу на нескольких участках. Но сейчас, по сообщению диспетчерской службы, обслуживающей компанией «Транзит», ограничения на трассе сняты. Автозимник открыт для всех видов транспорта. Кроме того, по сообщению главного управления МЧС, открылись ледовые переправы в районе села Усть-Уса. На автозимнике Усинск-Печора возможен проезд транспорта до 10 тонн. В Наринмаре растет уровень заболеваемости гриппом. По данным Роспотребнадзора, зафиксировано уже 4 случая заболевания серьезным вирусом. От 50 до 500 тысяч рублей чиновников и бизнесменов будут штрафовать за неверную оценку готовности к зиме. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о контроле за работой предприятий ЖКХ в отопительный период. Речь идет о внесенном осенью группой депутатов в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за нарушение правил оценки готовности к отопительному периоду, а также за недостоверное информирование руководства о готовности к отопительному сезону. Актуальность этого законопроекта очевидна, в том числе и для нашего региона. В новогодние каникулы в школе поселка Каратайка произошло частичное размораживание системы отопления. Из учебного процесса выпал спортзал. Виной всему, утверждают в муниципалитете, сильные морозы. Сейчас в помещении делают срочный ремонт, а пока физкультурой школьники занимаются по учебникам. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. На побережье стояли трескучие морозы. Их и не выдержала система отопления в каратайской школе. В спортзале лопнула батарея. У нас школа разделена на несколько ветвей по отоплению. И одна ветвь у нас чуть-чуть подзамерзла в спортзале. Пытались ее отогреть, но там лопнула батарея. И сейчас у нас идет замена одной части. Школа функционирует, потому что на втором, на первом этаже в классах температурный режим нормально, все хорошо. Просто что уроки физкультуры ведутся по учебнику, пока не в спортзале. Где-то если в теплую погоду, то на улице. Пока идет ремонт. Стоит отметить, что здание каратайской школы относительно новое, построено в 2008 году. Образовательное учреждение прошло подготовку к осенне-зимнему периоду. По словам представителей приемной комиссии, в которую входили и работники ЖКУ, отопительная система была в полном порядке. По итогам проверки, школе был выдан паспорт готовности. Школа была готова. Отапливалось все хорошо. Отопление поступало в полном объеме. Отдача тепла тоже была хорошая. Температура везде соблюдалась, как она должна быть в норме. Там о 19 или о 20 градусов тепла было. А между тем, подготовка к отопительному периоду учреждения и организации может стать более чем серьезным процессом. Случай с каратайской школой едва ли не стал наглядным примером к законопроекту, который внесен на рассмотрение Госдумы. Как пишет газета «Известия», законопроект наделяет региональные власти полномочиями по координации готовности поселений и городских округов к осенне-зимнему периоду. Теперь главам муниципальных администраций и их заместителям по ЖКХ придется с удвоенной силой обеспечивать бесперебойную подачу тепла, а не только проводить аварийно-спасательные работы по возобновлению теплоснабжения. Кроме того, чиновников и руководство коммунальных предприятий можно будет теперь привлекать к административной ответственности за невыполнение предписаний Ростехнадзора, приведшее к авариям. Согласно документу, чиновников и бизнесменов будут штрафовать за неверную оценку готовности к зиме. По мнению группы депутатов, государство несет слишком большие расходы по устранению последствий аварий, поясняют в Госдуме. Ответственных за это чиновников смогут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей до 100 тысяч, компаний до 500. Правительство поддерживает законопроект с учетом его дальнейшей доработки и отмечает в своем отзыве, что наделение чиновников дополнительными полномочиями по контролю требует обсуждения, а штрафы за ряд нарушений уже предусмотрены. Ирина Цепетова, телеканал «Север». В Наринмаре растет уровень заболеваемости гриппом. По данным Роспотребнадзора, во вторник было зарегистрировано еще три случая заболевания. Всего с начала года в окружной столице этот диагноз поставлен четверим жителям. Первой неделе 2016 года в тяжелом состоянии в Ненецкую окружную больницу была доставлена женщина с диагнозом грипп. Затем в инфекционное отделение больницы поступила семья из трех человек – родители и ребенок с высокой температурой, насморками, кашлям. Всем троим также был поставлен диагноз грипп. Тип вируса пока выясняется. Пробы, взятые у больных, отправлены на исследование в Санкт-Петербург. Результаты будут известны в течение одной-двух недель. В целом количество заболевших у РВИ в первую неделю 2016 года почти на 11,5% ниже, чем в конце прошлого года. Всего уровень заболеваемости у РВИ остается ниже эпидемического порогового значения по округу на 21,2%, в городе на 25%. Превышение эпидпорога по у РВИ отмечено только среди детей до 2 лет на 50%. Для профилактики медики рекомендуют выполнять простые правила, такие как мыть руки, не переохлаждаться, проветривать помещение. А также желательно применять препараты, повышающие иммунитет, не контактировать с больными, при первых симптомах обращаться к врачу. В регионе выявлен еще один случай бешенства животного. Лабораторно подтвержден диагноз бешенства у песца, который погиб в деревне Макарова. В ближайшее время в населенном пункте будет введен карантин. Ранее, 28 декабря, введен карантин по бешенству в Тельвиске. Все противоэпизоотические и карантинные мероприятия проводятся на территории всего Тельвисочного сельсовета. Напомню, ограничивающие мероприятия вводятся на 2 месяца с момента выявления последнего случая заболевания животного. Кроме того, карантин по бешенству действует и на территории Усть-Кары. Специалисты Государственной инспекции по ветеринарии рекомендуют жителям муниципалитетов быть внимательнее при контакте и с домашними животными, в первую очередь с собаками. В прошлом году на территории округа было зафиксировано 22 случая бешенства животных. Карантин был введен на 13 территориях. В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый год. Что за Старый Новый год? Чем он отличается от просто Нового года? И надо ли его отмечать? Расскажем через несколько секунд. Библиотеки Ненецкого округа объединились в единую централизованную библиотечную систему. В их числе Ненецкая центральная библиотека имени Пичкова в Наринмаре, имеющая статус юридического лица, а также 33 филиала в окружных населенных пунктах. Создание централизованной библиотечной системы с единым административным и методическим руководством, общим фондом и справочным библиографическим аппаратом, имуществом и штатом позволит более рационально распределять имеющиеся средства и ресурсы и повысить уровень обслуживания ее пользователей. Ну, мое мнение такое, я думаю, что мы как бы и работники, и пользователи только от этого выиграем, потому что вот очень много времени у нас занимало формирование фонда. Это и комплектование, и подписка, и заказ литературы. Вот сейчас этим будут заниматься специалисты и работники центральной библиотеки, и это будет и быстрее, и подешевле. Плюсы единой системы ощутят на себе не только работники сельских библиотек. Читателям станет доступен более широкий ряд книжных новинок отраслевой специализированной учебной литературы. В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый год. Праздник непонятный для многих иностранцев. Никто толком не может сказать, чем же Старый Новый год отличается от традиционного, привычного всем Нового года. Но наша съемочная группа все же решила разобраться в этом вопросе. Старый Новый год – это редкий исторический феномен. Дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за расхождения календарей мы отмечаем Новый год дважды – по старому и новому стилю. Традиция праздновать загадочный праздник Старый Новый год ведет свое начало с 1918 года, когда Россия перешла с юлианского календаря на григорианский, сразу наверстав 13 дней отставания. Однако русская православная церковь с большевистским календарем не смирилась и до сих пор живет по старому стилю. По нему же отмеча и Рождество, и Новый год. И хотя сейчас Старый Новый год – праздник вполне светский, в нем есть и христианские, и еще более древние языческие славянские корни. Старый Новый год приходится на зимние святки. 13 января – это так называемый Васильев вечер. Считалось, что гадания в этот вечер самые правдивые. Незамужние девушки гадали на суженого. Считалось, что загадает девица красная на Василе. Все сбудется, а что сбудется – не минуется. Одно из самых популярных гаданий – гадание на суженого. Берем 4 стакана, наполовину заполненные водой. В один кладем соль, в другой – сахар, в третий опускаем кольцо, а в четвертый ничего не кладем. Гадающая должна, не глядя, выбрать один из стаканов. Как сладко! Значит, весь год будет сладко жить. Теперь я. Подожди. Так, готово? Давай. Кольцо! Ай, какая красота! Если незамужняя девушка вытягивала в этот вечер кольцо, жених обязательно являлся. А еще в деревнях девушки снимали с левой ноги валенок и бросали его за ворота, наблюдая при этом, куда валенок ляжет носком, в какую сторону ляжет носок башмака. В той стороне жених и живет. Любовь Пермякова, Роман Делемарский, Телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Посмотреть наши новости вы можете на сайте по адресу www.trksever.ru До встречи в эфире.